Я чё за жест он сделал? Я бы себе сказали про какой-то жест. Вот ебан, дай, ты здесь. Думал, нормальный пацан, я бы в руки не пожал. А я газую до конца. Козёл, чёный. Друзья, всем привет, меня зовут Ярослав Степанов, и сегодня я привёз вам небольшую драму с прошедшего в Дербенте турнира «Правды файтинг». Иван Майданчук, преследуемый личными проблемами, решения которых требуют финансовых вложений, принял бой против Тимура Никулина. Вышел, неплохо подрался, но проиграл досрочно, за несколько секунд до окончания времени поединка. Итогом боя, как вы видели, стал не совсем приличный жест от Тимура, но Иван узнал о нём только в раздевалке. Тут можно послушать очень искреннего на этот счёт Майданчука, поймать реакцию главы «Правды» Хета Гацапанова, а также объяснение самого Никулина. Ну и в этом же сюжете поговорим о возвращении Тимура на хардкор, потенциальной встрече с Анатолием Сульяновым и Альфреда, который в глазах Никулина кое-чем рискует. Ну, я считаю, что если Альфреда этот не делает бой, то не останется ничего мужского в этом человеке. Будет интересно, как и в большинстве случаев на нашем канале, поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Приятного просмотра! Что, расскажи, какие у тебя сейчас ощущения? Вообще, бой, я так понял, прям под самую концовку остановили? У вас три раунда было или четыре? А ты понял, почему остановили бой? Не знаю, я встал, доктор просто моросит. Но каждый боец, когда встаёт, он немножко тянет время, понимаешь, после нокдауна. Я просто его максимально тянул. Да, я упал, но я мог продолжать. Зря он так... Я что за жест он сделал? Я бы тебе сказали про какой-то жест. Я не видел. Вот ебаный здесь. А ты не видел до этого? Я не видел до этого, да. Думал, нормальный пацан, я бы в руки не пожал. Козёл. Это Тимур. Это Тимур, мы все это понимаем. Вы не представляете, каких мне усилий стоило вообще Тимура после хардкора, когда он пришёл, сделать так, чтобы он не матерился. Это было очень тяжело. Он на меня постоянно обижался из-за этого. Сейчас он это сделал. Он сделал определённо неправильно. Мы с ним в любом случае поговорим. Я не поддерживаю это. На самом деле не поддерживаю. Но здесь знаете какая ситуация? Это эмоции. Они им поддаются. Я больше чем уверен, что день-два он признает, чтобы он не прав, он об этом скажет. Потому что он тоже на самом деле хороший парень, Тимур Никурин. Несмотря на то, что его ненавидит всё по ПММ, вся публика, все приходят смотреть его бои для того, чтобы увидеть, как он упадёт. Но несмотря на это всё, в нём есть что-то человеческое. Он хороший парень. Смотри, у вас после боя получилась такая небольшая перепалка, и ты его так немножко потел тоже. Какие у тебя были эмоции в голове? То есть, я не знаю, это было разочарование, обида или что-то? Не, я всё сказал после боя, что я 10 дней готовился. Из них 10 дней я гонял 8 килограмм. Ну, понимаете, да, моё состояние? Я приехал в горы, немножко тяжелее. Я не правду, я даже не хочу это говорить. Ну, сегодня, видно, был он лучше, но я удара, в принципе, не чувствовал. Мне вообще в один момент хотелось не двигаться по октагону, а зажаться в угол, потому что я его удара не чувствовал. И ловил его, и встряхивал его маленько. Боксер есть боксер. Ты представляешь, я с ним притрался на равных по боксу, чтобы с ним было в ММА или в ММА перча. Ну, я бы раскатал, как ребёнка, если я на его поле бился на равных. И даже все спрашивают, почему ты не выиграл вообще. То есть, ну, никто ему в жизни никогда даже не скажет со мной побиться по ММА, потому что он просто умрёт. Просто умрёт. Было пару моментов, казалось, что и ты тоже попадал очень так плотно. Чувствовал ты в трансменах, что вот был уже. Ну, да, к чувству, у меня вообще было по кайфу. Отдвигался, работал. Кайфанул это мой первый бой, боксёрский бой. Вообще кайф, спасибо организаторам, спасибо. Хэйдаку, спасибо большое, что взял меня. Дал мне такую возможность, мне просто кое-какие проблемы с деньгами. И сейчас мне нужны были срочно деньги. Я и на Дауда соглашался. Дауд знает. То есть ты сейчас мог с Даудом драться? Да, мог драться с Даудом. Просто Дауд сначала отказался, потом согласился. И пока он это время думал, мы уже на Никулина вышли. Ну, ты в том числе в нашем деле дерёшься довольно часто. И всё равно проблемы с деньгами, да, как бы они не покрывают? Именно вот в прошлом месяце у меня стали. Я выиграл, ну, не выиграл, получил гонорар за прошлый бой. И немножко, короче, я, так сказать, влип в одну историю. Ну, и мне теперь в два-три раза надо больше отдать. Такая штука. Ну, ничего, мне ещё два-три боя провести, и всё нормально будет. Поэтому я жду, что организация мне даст в сентябре. Я люблю эту организацию. Я думаю, я здесь понравился, весь зал за меня болел. Все люди на меня радуются, смотрят. То есть, ну, а такие бойцы нужны в лиге, правильно? Я думаю, буду звездой этой лиги, если она мне даст такую возможность. Как думаешь, с Тимуром история закончилась? То есть, ты как-то так отреагировал на жест, который не видел? Да, да. Я бы, на самом деле, сейчас ему подошёл и задал этот вопрос. Ну, то есть, а не так, что, знаешь, пиарил. И хайповал этот бой. И ждал. Ну, он мешок. Все, я его размотаю просто. Дай мне лагерь четырёх-трёхнедельный. Но, братан, я удары не чувствую. Стал. Вот. Блядь, ну, как можно не забить человека, да? Если бы вот так вот стал, вот, в ММА ему, блядь, колено с Лукика, то есть, он не смог бы вообще двигаться, бы он получал прямую, и там просто, ну, это всё лишняя вода. Я разжёг огонь в сердцах зрителей. Всем им было скучно, пока не начался мой бой. Его сделал, обычно говорят, что бой делают два человека, а этот бой сделал я, без него. Он просто отрабатывал свою работу. Шоу делал я. Что теперь дальше для тебя? Вот, ну, есть ли на горизонте что-то, или ты пока в ожидании предложений ему? Я сейчас просто зарабатываю деньги. Я к любым предложениям готов. Которые даже мешают, можно сказать, моему хайпу, да, моему медийному развитию, потому что это невыгодные для меня предложения, такие как с Даудом, да? Ну, это просто ставить крест. Он выйдет, там, начнёт рубиться жёстко. Ну, то есть, а я вот, ну, в такой ситуации, да, попал. Что приходится. Я сейчас на любого готов выйти, дайте мне гаджи автомата и заплатите деньги, если это решит мои вопросы жизненные, я выйду. Ну, всё. Смотри, какие впечатления? Казалось, что, знаешь, бой закончился чуть более эмоционально, чем он, в принципе, шёл. Каким для себя бой получился в целом? У меня очень опасения были с Майданчуком. Майданчук это примерно такой же, как Минеев, панчер, нокаутер. Он заканчивал все бои досрочно, точно так же, как и Владимир. И вы увидели, что бывает с панчерами. Они выдыхаются, они стараются бить, и в итоге они кладутся в третьем, четвёртом раунде. То же самое, что и будет с нашим неповторимым чемпионом AMC Fight Night с Володькой. Пару раз были размены, вот когда действительно у Ивана казалось, что был шанс. Был ли он действительно, то есть чувствовал ли ты попадание, что было неприятно, состояние Гроги или что-то так? Все меня знают, что я не чувствительный, я не чувствую, братан. Поэтому, ну, здесь у него не было шансов. Я понимал, что в третьем, четвёртом раунде я его финиширую. Получилось на конце третьего раунда. Поэтому я считаю, что я сделал весь план, то, что я задумался. Это не по-моему, а здесь можно класть людей чуть больше дальних. Мне не хватает вот с этими три по две минуты разогнаться. Я разгоняюсь только на первых двух минутах, как минимум. Мне нужно разогнаться, мне нужно прочувствовать ринг, и я начинаю уже газовать. Вот в конце, когда Иван упал, вот этот жест, насколько, как ты считаешь, он был такой действительно на эмоциях, может быть, перебором? Он не был на эмоциях, он не был перебором, потому что вы видели то, что он говорил на конференции. Типа, я его остановлю, я его уничтожу, я затмлю эту звёздочку. У меня нету к нему неприязни. Я просто был в шоке, это был обычный тихий парень, но сейчас уже даже такие тихие начали газовать, и я считаю, что это неправильно. Если ты изначально был тихим, оставайся тихим, смиренным. А если ты изначально газуешь, то лучше газуй до конца. Я газую до конца, я всегда один прихожу. Но где-то меня пытаются подставить в других лигах, какие-то моменты вырезают, какие-то там мои эмоции. Где-то я кого-то побью за камерами, они это заснимут, не вставляют. Поэтому, ну, всё в этом бывает. Ну, мы все знаем прекрасно, что в следующий бой на правде у меня мы Барахшом и Барахшоев. Мы сейчас должны договориться по финансам с правдой. Потом у меня Бекрова лучший друг, как сейчас, Макс Дивнич, этот ноунейм, короче, на которого все газуют. Но это я уже буду его бить на хардкоре. Мухаммед Кибер-Калмыков, тоже буду бить его на хардкоре. И мой заклятый враг, который пришел во втором сезоне, это Ханзат, этот маэстро, да, Курив. Он же говорил, что он главный дирижер этого концерта. Ну, отправим его тоже спать в этот спящий мир. Ко всем ним только уважение. Это действительно те люди, которые спортсмены. Ну, они, в принципе, не газовали и никогда не газуют. Я думаю, что мы закатим хорошую рубку. Сейчас я не знаю, многие спрашивают, что в этот файт реалити слетело с Паханом. Ну, многие видели, что я выиграл его. Там 32 тысячи комментариев, ни одного за него не было. Я сам удивился, что я звезда народа стал. Я просто в шоке. Ну, я считаю, что если Альфредо этот не делает бой, то не останется ничего мужского в этом человеке. То, что по поступкам, потому что они анонсировали, а потом раз, уворали, но это никуда не годится. У него должен был быть турнир 7 августа. Сейчас он принесся на 2 сентября, но тебя в этом турнире уже нет. Ну, я как увидел, что они предлагают Мухаммеду Хайбати подраться. Но я считаю, что вначале, когда анонсируешь, ты не должен обманывать людей. Да, у нас есть какие-то моменты, где-то мы прикалываемся. Я к Альфредо хорошо отношусь. Это мой близкий друг. И я считаю, что так не должны друзья вести. Какой бы ни был бизнес, какой бы ни был у него план на дальнейшую карьеру, если ты пообещал людям, что этот бой будет. Будь мужчиной, держи свои обещания. Если нет, то заяви нормально, чтобы дальше понимать, какие бои. Вот на сентябрь я знаю, что у меня 3 боя должно быть. Это 2 сентября. Потом должен быть анонсировать турнир Харкор Файтинг с Максимом Дивничем. И Мубарахшо, Мубарахшоев. Если мы сейчас по цене с правдой договариваемся, то это будет тоже быть. А сейчас я поеду в Нальчик. У меня там на новой леге Сармат Файтинг будет бой 19 числа. Спасибо Кешту. Там это один из организаторов. Ну и как всегда, спасибо большое Борису Геннадьевичу, которому эту победу я посвятил. Который уже 2 года со мной. Он со мной боксирует. Вот этот человек уже в возрасте, после 40 ему уже, но он все равно боксирует и бьет намного сильнее, чем Майданчук. Слушай, а вот твое возвращение на Харкор, получается, насколько оно легко-то оформилось, ну, учитывая всю историю твою и вообще изначально? Сулянов это хороший, грамотный бизнесмен. Где есть просмотры, там он закроет на все глаза. Ну и давайте не забывать то, что изначально родоначальник, кто вообще благодаря кому узнали о Тимуре Никулине, это был Анатолий Юрьевич. Я ему всегда был благодарен. Просто мы не договорились поначалу, по цене, и я рад, что мы не договорились. Потому что изначально я его просил о 300 тысячах, а сейчас я уже получаю цифры с шести нулями. Как будет твоя первая встреча с Анатолием выглядеть, как думаешь? Или вы виделись уже после этой истории? А это вы уже увидите на Харкоре. Это Харкор боксик, да? Да. Не голые кулаки? Нет, это не будет голые кулаки. Но я не хочу сейчас идти вперед. Голые кулаки у нас там тоже есть. Для них предложение. Если они принимают, то let's go. И напоследок, вот я когда с Иваном разговаривал, он спросил, а что был за жест, но который показал Тимур, я не видел. Ему показали, и он так очень жестко отреагировал, ну, нецензурными словами. Как ты думаешь, насколько, так скажем, велика вероятность, что что-то между вами продолжится сейчас или чуть позже? Я не думаю, что он будет рисковать и делать что-то. Он понимает, что будут колоссальные последствия. Он один ходит, я один хожу. У него есть мой номер телефона, у него есть мой инстаграм. Он может созвониться, я могу с ним поговорить. Я тоже могу ему сказать то, что на конференции, как он газанул, то, что он сказал, что он меня спустит с небес на землю. Я всегда не на небе, я всегда на земле. Я никогда плохого никому людям не говорил. Да, я говорю то, что я самый лучший, я самый сильный, но это мое сугубое мнение. Люди могут подумать иначе. А он начинал, там, я его убью, я его там уничтожу, я его нокаутирую. И меня это просто вывело. И в итоге он потом начал, короче, там, говорит, я не готовился, я ничего. Так это же он меня вызвал, это не я его. У меня вообще должен был быть, мы барахшом, мы барахшой сейчас. Он сказал, я хочу выстегнуть Никулина. Значит, он был готов, значит, он был колоссально заряжен на меня. Поэтому я дал ему бой, несмотря на то, что у нас 10 килограмм с ним разница. Вы видели, какой маленький я выходил, и какой выходит он здоровый. Ну, вот так вот живем. Это, по-моему, индустрия. Сегодня тебя любят, завтра ненавидят, послезавтра тобой восхищаются. Я помню, как у вас с Тимуром начинались отношения, но практически вы его тогда вытягивали из хардкора, чем-то помогали, ну, довольно существенно. И сейчас вот Тимур, получается, возвращается на хардкор. А насколько это происходит с согласованием, вот там, правды с вашим согласованием и прочее? Или уже просто, ну, Тимур как бы такой свободный агент, и он выступает где, посчитает нужным? Не то, чтобы свободный агент, там на людском. У него есть там менеджер Хамзат, с ним мы в хороших отношениях. Вы знаете, я не понимаю, я уже где-то это говорил, я не понимаю, в чем смысл не отдавать своего боксера в другом помощи не подраться. Другое дело, не отдавать его как пушечное мясо, да, там, под что-то там очень тяжелое и так далее, а просто дать ему возможность там подраться, порадовать ту публику, да почему нет? Я никогда этого не понимал и не пойму. Эти бойцы, они живут, это их хлеб, да, если ты будешь его держать привязанным, не давать, и сам не даешь, вот мне сейчас нечего было ему придумать, сейчас у него бойся моборок, что будет, да? В какой-то момент он один у нас как раз турнир пропустил, соответственно, он потерял в деньгах, да пускай подерется, вообще никаких проблем. А так он каждый раз отзванивается, говорит, хей, так пригласили на конференцию, пригласили на то, я пойду, я говорю, пойди, смотри, чтобы тебе там не подставили, там, толпой на тебя не попали, ну, у них же это все практикуется, да, вот смотри, чтобы этого не случилось, Хамзата прошу предупреждать, они вместе как это все делают, в принципе, у меня вообще никаких трудностей нет, никаких к ним вопросов даже нет. Вот так получается, что правда в том числе становится такой площадкой, где могут происходить такие кросс-поединки между бойцами, например, там, двух кулачных лиг, топ-дога и хардкора, но по правилам бокса. Допустим, дрался вот Сослан Асбаров с Олегом Фомичевым на прошлом турнире, это вот чемпион хардкора и боец топ-дога, а сейчас тоже ребята дрались тоже, в принципе, из разных лиг. А насколько, ну, так скажем, легко договариваться с лигами, и легко ли, в принципе, может ли такое случиться, что, допустим, чемпион одной лиги и чемпион другой подерутся на правде по боксу, и вы, ну, это санкционируете? Конечно, может, почему нет? Я считаю, что топ-дог с учредителями, с регбистами я не знаком, знаком с его отцом, знаком с учредителями, которые там есть, там есть очень порядочные люди, мы дружим, вот с федерацией бокса еще, как только они приходили, первые лицензии мы подружили, понимание себя, вот, стопроцентное, какие-то вопросы, которые мы не можем разрешить, я звоню, говорю, мы не можем, они это понимают, где-то мы им навстречу идем, как бы, с ними отношения очень хорошие, то же самое, очень хорошее отношение с Толей, он как-то пришел, мы поговорили за лицензией, хардкора, кулачки, хардкора боксинга, мы поговорили о том, что, так сказать, люди думали, что у нас с ним какой-то конфликт, бойцы между нами ходили, и, как бы, какие-то распространяли, да, разговоры, он так сказал, этот так сказал, и в душе, наверное, было что-то и у него, и у меня, мы с ним сели, вот, буквально сколько, вот как они лицензию получили, перед тем, как они получили лицензию, мы с ним сели, обговорили, я сказал, что у меня на сердце, я сказал, что с самого начала нам нужно было вот так сесть, вот с самого первого дня, как только Никулин ко мне шел, там, и так далее, когда он обсуждал правду, Когда я там говорил про Никулина Нам нужно было сесть вот так и обговорить Вполне адекватный Вполне может поддержать разговор нормальный мужик И так что я не думаю, что может быть Проблема либо на хардкоре, либо на топ-доге Вот, кто там еще Другие лиги я даже пока не смотрю Fight Nights я смотрю, другие я имею По ПМА лиги, пока не интересно Не потому, что там может кто-то плохой Но я смотрю на них, ну честно Что ни день У них какие-то драки, конфликты Это ненависть, понимаете Они все порождают в молодежи В детях ненависть Они не умеют никто разговаривать между собой Какие-то вчера буквально смотрел Одну лигу, не буду говорить Кто-то мне показал там бой Балаев там Мурат наш должен был драться Это отдельная тема И там Ведущий, он кричит В микрофон страшно, понимаете Это не человеческим голосом Да, да Ну я считаю, что это ненормально Потом вот дети так орут на своих родителей На своих мам, пап Вот маленькие дети, которые это все дичь смотрят Вот они на них Вот видишь, это дичь сугубо мое мнение Видишь, вырвалось опять, да? Вот они на это смотрят И вот вырастают Неправильные дети, понимаете? Это как выглядело, да Да, это как выглядело Что такое? Что? Неужели Загорский хуже выглядит Этого человека? Загорский Это легенда, да? Где Загорский, там уровень сразу чувствуется Позовите вот такого прекрасного человека Пригласите Он прекрасно пригласит людей Спортсменов Красиво проведет И это все будет нормально Но пока что Кто-то идет по пути наименьшего сопротивления Да, это интереснее Якобы интереснее Это зрелищнее Глупость же всегда в глаза сильнее бросается Поэтому кто-то идет по такому пути Хардкор топ-дог молодцы Они уже выходят на другой уровень Они показывают очень серьезные бои Конечно Мне как только появился хардкор боксинг Ко мне сразу все прибежали Говорят Ну что, теперь будем делать хардкор боксинг Ввиду того, что я работал в Федерации бокса У меня чуть мышление уже другое Я рад этому, что есть хардкор боксинг Есть еще одна лига Которая очень сильно популяризирует бокс Там уже нету вот этих грязных все равно Вот этих разборок Там уже больше про спорт Мне это нравится Другое дело Я думаю, когда-нибудь Когда они станут покрепче Именно в плане боксеров Мы можем сделать какую-нибудь там стенку на стенку Вот это я рассмотрю И мне это интересно Потому что ставить вот так разных боксеров Все равно хочется чего-то вот такого Противостояния с кем-то И я рад, что есть сейчас такая лига И в дальнейшем, я думаю, мы с Толей поговорим Может, какое-нибудь противостояние сделаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok